Вот то, что начали два года назад, конечно, вызывало определенный страх и неуверенность в том, сможем ли. На сегодняшний день то состояние, скажем так, близкое к коме всего нашего исторического центра, нашего исторического ядра Казани, уже преодолен. И процесс уже просто по определению не может быть остановлен. Казань уникальный город, достаточно самобытный со своей историей. И глядя на то, как появляются уже из руин вот те знаменитые усадьбы, как и в старой Таскослободе, так и вообще в центре города, конечно, это нас, во-первых, воодушевляет, во-вторых, радует и самих казанцев. И мы меньше получаем нареканий со средств массовой информации, вот общественности, от старожил, это не может не радовать. Поэтому вот этот процесс регенерации исторического ядра будет набирать только дорогу. Мы взяли в работу все 523 объекта, которые представляют так или иначе историческую ценность. Все эти объекты находятся в городе Казани. По каждому объекту мы ведем точечную работу. То есть ни один объект на сегодняшний день не ускользает из поля нашего внимания, потому что, да, есть объекты, которые сегодня выглядят достаточно хорошо, но в любом случае время берет свое, и за объектами нужно пристальное внимание. Поэтому вот этот контроль осуществляем мы в тесном сотрудничестве как с инвесторами, так и с собственниками зданий. Первый этап, который мы с успехом преодолели, это приведение на ненадлежащий вид фасадов этих зданий. Второй этап, как сегодня было подчеркнуто, это уже внутренняя отделка, которая, естественно, тоже будет проходить под нашим контролем. Что касается остальных объектов, я уже приведен в свой пример гостиницы дворянского собрания, когда сложный объект, очень крупный, очень большой, но по нему уже есть, так или иначе, понимание. Второй объект, который достаточно крупный и большой, это бивоварник и цольда. Противоварийная работа уже там закончена. Достаточно сложно прогнозировать сроки восстановления этих объектов, но так или иначе, из-за того, что у нас есть прямой диалог, очень хорошо построенный, мы примерно для себя ставим конец 2014 года, начало 2015 года, когда еще больше объектов мы сможем предоставить вниманию как казанцев, так и гостям нашей столицы. А вот эта гостиница дворянского собрания, что будет ли расстанавливаться? У нас есть? На сегодняшний день решается вопрос по поводу собственников, у нас уже есть определенные договоренности, я пока не хотел бы их озвучивать сейчас, но так или иначе, там достаточно трудоемкие процессы, связанные вопросы с расселением жильцов и вопросы документального оформления этих объектов, но так или иначе, процесс запущен в скором времени, и я надеюсь, что уже приступят к реставрации этого уникального объекта.